Баскетбол Кто-то знает, а кто-то может и нет, что баскетбол не та игра, где ты просыпаешься утром и идешь себе играть в баскетбол. Это тяжелый труд, и не так-то все просто. Иногда ты даже проигрываешь. В команде есть игроки, которые отлично набирают баллы. Но работа предстоит непростая. Из этого и состоит настоящая баскетбольная игра. Я думаю, что многие игроки не знают, что станет ли их результативная игра великолепной игрой. Вопрос не в том, что надо прыгать выше, чем товарищи по команде, или бежать быстрее, чем они. Это навык, на котором игрок работает, чтобы выйти на новый уровень. Я думаю, не все игроки понимают это. Я Марс Тадемайер из Финниссанса. Я играю на позиции силового нападающего Мощно у форварда. Думаю, что умственные способности в игре очень важны, потому что надо знать, как играть. И это отрабатывается на практике. Чем больше ты практикуешься, тем дальше идет мыслительный процесс. Это вторая натура. Как только ты начинаешь отрабатывать навыки приема своей игры, тем больше ты думаешь, как будешь играть в день игры после нее. Ты думаешь об этом все время, и это становится частью тебя, твоей второй натурой. И только так можно ясно понять, как тебе играть. День за днем от 18 до 20 тысяч болельщиков следят за твоей игрой. Затем, как ты играешь против лучших в мире игроков. Это великолепное чувство, потому что у тебя есть шанс доминировать в игре с этими мастерами. Моя философия игры — многое попробовать и улучшить. Когда я на площадке, я думаю только об игре. Как сделать ее лучше, на чем сосредоточиться. Я думаю только об игре и о победе. Я думаю, это просто об игре. Я думаю, это visionary. Это про победу. Я думаю, это не так, чтобы бороться. И он уничал. И все-таки в немiegenи, он ее сделать. И у него на спорт и в поле, иается полная жизнь. Технули его по фоенdeцом с Фьюнексом с Фьюнексом. И в нем с 18 долларов. О, она будет на vuelтое в Tahoe. О, нет! О, нет! О, нет! О, голда, голда! О, голда! Наши болиды! Он ее на речен! Он ее на речен! Да, мы в порядке. Победа излечивает все проблемы. Чего я боюсь? Ничего. Я ничего не боюсь. Как только ты показываешь свой спуг, тебя тут же атакуют. Если я вижу, что кто-то во время игры чего-то испугался, я иду на него. Когда ты чувствуешь страх, ты более подвержен атаке, чем в любом остальном случае. Думаю, что уважение приходит к тебе только благодаря труду, если ты работаешь, что ты достоин уважения. И ты должен уважать это. Уважение — это не что-то данное тебе при рождении. Ты должен знать, как его добиться. Ты должен много для этого работать. И как только появится уважение к тебе, ты должен сделать так, чтобы оно было с тобой надолго. Чтобы твои дети и следующее поколение уважали то, что ты сделал для них. И до них. Это был потрясающий. Баскетбол – это вызов. Самое страшное, через что я прошел, – это выздоровление после двух операций на колени. Трячь бы вывернут окончательно, и было больно. Я чувствовал это каждый раз, когда бегал. Порой казалось, что становилось легче, а иногда было плохо, как, например, в тренировочном лагере, потому что у меня было две тренировки в день. У меня были сомнения, только профессионального плана, смогу ли я работать над своими навыками, даже если я чувствую боль или дискомфорт. Моя семья, мои друзья всегда говорили мне о том, что надо думать о хорошем, и это придет. А я думал, что угодно, только пусть будет результат, потому что было невероятно тяжело. Пришлось преодолеть немало. Я был очень расстроен, но не боялся того, что мне придется потратить немало времени, чтобы вернуться в строй. Я не боялся, это просто так, что нужно много, чтобы вернуться в строй. Он бросает на старом мере, чтобы вернуться в строй. Он вернулся. Он вернулся. Меня вдохновляет решимость. Моя решимость достичь своего потенциала. Полного потенциала. Хорошие смысл, ребята. Амари, вот мы. После двух операций на колени играть на следующий год в команде всех звезд, думаю, не всякому это под силой. Это здорово быть частью элиты баскетбольного мира. Моя невероятная вера и уверенность в себе были даны мне свыше. Мне еще надо вырасти до нее, я пока не совсем дорож. Еще 4-5 сантиметров по вертикали. Насколько это страшно? Для меня это не страшно, а вот для соперника, пожалуй, да. Уверенность идет откуда-то из подсознания, я о ней не думаю, она просто есть. Когда вы в зоне, вы чувствуете, что вас остановить невозможно. Когда ты в зоне, то никто не может тебя остановить. Все работают на тебя, все, что ты можешь сделать, чему научился, пусть даже и не делал этого на площадке, все включается в один момент. Все работают на площадку, все включается в один момент. Вот пример. Лешенник решил попробовать сыр. У вас есть сыр для того, чтобы его попробовать? Да, это очень здорово, да? Иногда я думаю, что я не так знаменит. Я делаю то же самое, что делал несколько лет назад. Играю с детьми, хожу по магазинам, захожу в одни и те же магазины. Я живу так, как будто я и не знаменит вовсе. И это здорово, потому что болельщики уважают меня и мой образ жизни. Здесь, в Фениксе, невероятные болельщики. Невероятные болельщики и сам город великолепен. И фанаты невероятные. Так что я думаю, что город Феникса – это здорово. Я смотрю на свою команду, как на мой номер на майке. Мы номер один. 1-2-3-сап! Вот! Для меня команда это круг, который символизирует единство. И так должно быть в команде. У всех у нас одна цель. Я хочу, чтобы меня запомнили как самого лучшего игрока во все времена. Одного из лучших, который вернулся на площадку после перелома и после двух тяжелейших операций на колени, все это в течение двух лет. Многие цитируют меня. У меня есть много высказываний. Я вырос здесь и этого следовало ожидать. Я часто могу рассказывать о своей жизни, как я рос, как воспитывался. Если говорить вкратце, то все это история о возвращении долгов. Мы идем в детский клуб, обучающий центр. У меня есть там несколько детей, над которыми я шефствую. Я выбираю им программы для того, чтобы они учились читать. Посмотрим, как они поживают сегодня. Я часто возвращаюсь в детство, вспоминаю улочки небогатых районов и понимаю, что моя помощь нужна таким детям, как они. Подумайте хорошо, кто это такой. Кто? Майкл Джордан? Все, что я хочу им сказать, это то, что не важно, как сложились обстоятельства. Не важно, в каком положении находятся ваши родители. Не важно, чем занимаются ваши друзья, просто держитесь подальше от всего плохого. Я хочу остановиться и сказать вам «Привет, ребята!» Хочу убедиться, что все идет хорошо. Около года назад я начал все это для того, чтобы создать центр образования для детей, которые учатся ходить и больше читать. Да я сам здесь многому научился. Еще один аспект, когда родителей долго нет дома, все равно думайте сами о своем образовании. Делайте уроки, не важно, что порой это бывает тяжело. Просто выхода другого нет. Это просто круг, который вращается, и пора медленно, но верно выходить из него. Спасибо еще раз, ребята! Спасибо! Тони, я увидела тебя поздно, чувак. Я тоже. Я увидела тебя на ТВ. Хорошо. У меня есть двоюродные братья, которые играют в баскетбол. Они просто настоящие атлеты, не то что всякие тетушки и дяди. Никто не вышел на профессиональный уровень. Так случилось, что именно я стал первым, кто сделает. Я спрашиваю все время маму, почему я? Я всегда смотрю, что происходит вокруг, чтобы понять, где я нахожусь. В данный момент. Это здорово быть в НБА. Хорошо зарабатывать. Амара человек семейный. У него есть семья. Быть отцом – это что-то особенное. Я думаю, что моя семья заслужила многими годами нищеты и сегодняшнего обеспеченного положения. Я очень хотел помочь им. И мне повезло. У меня это получилось. Я думаю, что это все, что я думаю, что моя семья – это что-то, что я думаю, что моя семья – это хорошо. потому что это трудно, что Дэв взрослый. И мне стаятся в фокусе помогает им сделать это праздник. Поэтому я уверен, что я уверен, что я уверен, что я уверен, что я уверен. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на Сан-Марко, одна из лучших достопримечательностей мира. Я был в Турции, Германии, Италии, во многих странах. У меня 23 и я определенно еще многую вижу. Это очень красивое место. И я снимаю это для своих детей. Баскетбол – самая лучшая игра в мире, потому что она раскрывает всю человеческую натуру, различные аспекты природы. Видели? Солнце село и луна встала. Нет ни одного вида спорта, где человек может летать. Я люблю эту игру, потому что это дает удивительное чувство. Добро пожаловать на Сан-Марко, одна из лучших достопримечательностей мира. Быстрая хорошая победа, как и в прошлый раз. Давайте сыграем так же. Если вы делаете работу, которая вам нравится, вы делаете ее самым лучшим образом. Было бы здорово, если бы отец увидел, как я играю. Но он умер, когда мне было 12 лет. А тогда я играл в американский футбол. Если бы он только мог увидеть, как я играю теперь. Было бы здорово. Кем бы я был, если бы не играл в баскетбол? Я, наверное, бы трудился, чтобы заработать деньги для школы. Я работал бы, потому что, не играя в баскетбол, было бы тяжело получить высшее образование. Я был не лучшим студентом в классе, но если бы я не играл в баскетбол, то я был бы рабочим. Мы должны всегда помнить об одном. Никто из нас не был чемпионом. Кто-то был чемпионом? Нам надо выйти на новый уровень, и это случится тогда, когда вы все очень устанете. Потому что в плей-офф устают все. Вы должны быть готовы и морально, и физически. Это должно быть у вас в сердце и в голове. И я лично не дам вам упасть, ребята. Это адская работа, парни. В любом случае, вы великолепные игроки. Просто знайте, куда мы идем, к какой цели. Я всегда мечтал о том, какие чувства я буду испытывать, если выиграю чемпиона. Если через 6 месяцев я увижу у себя на руке перстень, я улыбнусь. Отсюда и до Флориды. И я буду самым счастливым человеком на Земле. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok